ПЕСНЯ ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, в день, когда читается Евангелие о мытаре Закхее, который принес плоды покаяния и заслужил прощения от Бога, мы вспоминаем сегодня в этот день сон новомучеников и исповедников российских. Беда пришла на Русь из-за отступления народа, из-за отступления народа Божия от заповедей Христовых, от верности Спасителю мира. Как в древности обступали стены Иерусалимские, язычники, народы злые и нечестивые, так и стены нашего Отечества были разорены нечестивым, безбожным нашествием, которое стало следствием отступления нашего народа, его всех сословий, всех, которые отвечали за свое малое человеческое служение. Мы знаем, что XIX век был веком крайнего смятения, огромное количество ереси, огромное количество увлечений западным безбожным философскими концепциями, исключавшими Бога из жизни человека, увлечения интеллигенцией, спиритизмом, оккультизмом, уход, богословие, схоластическое философствование. Отступление было везде, и особенно в нравственной жизни народа. И вот мы знаем, что в самые трудные времена осталась лучшая часть людей, которые не отступили от Бога. Есть слова Спасителя, прекрасные слова, что ученик не больше учителя своего. Если меня гнали, то и вас будут гнать. Если меня ненавидели, то и вас возненавидят. Все это столицу воплотилось в том остатке лучших представителей нашего народа, которые до последнего оставались верными Спасителю и Его Церкви. Мы очень быстро забываем нашу историю. Если нам не дают ее сегодня в школе, в институте, мы должны с вами рассказывать нашим детям, нашим внукам о подвиге мучеников и исповедников в 20 веке. Рвы, в которые падали расстрелянные, превышали человеческий рост. Один ров был до 300 метров в Бутовском полигоне. Как полезно съездить со своими детьми, как полезно рассказать своим ближним о том, что буквально не так уж и давно вся Москва была окружена, и до сих пор не все могильники рассекречены, где расстреливалась, уничтожалась лучшая часть наших людей, которая именуется семенем Церкви, ибо кровь мучеников – это семя Церкви. Безбожные власти, изучив опыт уничтожения христиан в древности, пытались в этот раз скрыть масштабы своих злодеяний. Расстрелы происходили ночью, происходили в тишине. Вокруг расстрелов не было публичности, как правило, за исключением некоторых. И вот наш с вами храм, Благовещенский храм, стоит на той земле, где совершился один из публичных расстрелов, в Петровском парке. Произошел он после выступлений эсеров террористических, в ответ на которые почему-то большевистская власть решила уничтожить большое количество заключенных, людей, которые так или иначе не принимали советскую власть. Около 60 человек было расстреляно здесь, в Петровском парке. И среди них был святой священномученик, епископ Ефрем, священномученик, протерей Иоанн, восторгов, министры царского правительства, представители интеллигенции, дворянства, духовенства. В память об этом публичном расстреле в нашем храме сооружен мемориал. Он находится в саду, где каждый может пройти к этому кресту и помянуть этих людей. Около 60 человек было расстреляно в этот день в Петровском парке. Наша страна недалеко сегодня по истории отстоит от этих времен. И следы новомучеников, страстотерпцев, исповедников, они везде вокруг нас. Вот в северном пределе находится крест еще одного священномученика, протерея Валентина Амфитеатрова, который также нам напоминает об этих страшных временах. В нашем новом строящемся храме святых царственных страстотерпцев также будут размещены иконы и все памятные реликвии, которые остались у нас от этих великих людей, которые до последнего оставались верными Христу. Свидетели расстрела здесь, в Петровском парке, заключенные, которым рассказывали представители расстрельной команды, как было, делились своими воспоминаниями потом с потомками. И палачи удивлялись стойкости и спокойствию отца Иоанна Восторгова, который призвал всех к молитве перед расстрелом и сам первый подошел под пистолет палача. Эти люди пострадали ради нас, ради того, чтобы сегодня мы были не тепло-хладными, ради того, чтобы сегодня мы не проходили мимо храмов Божьих. Дорогой ценой нам сегодня дались открытые храмы. Поэтому в наши времена, сегодняшние, странно, если в нашей семье, в семье любого православного человека нету иконы новомучеников и исповедников и исповедников насильских. Мы должны сами знать об этой страшной кровавой жертве, принесенной ради спасения Отечества, и рассказывать об этом нашим детям. Не давать, чтобы повторилась в нашей стране трагедия гонений на церковь. Потому что уже и сегодня поднимаются безбожные голоса, которые хулят Матерь Церкви, которые оскорбляют священно-началие, провоцируют к расколам и призывают и самих христиан воздвигать ложные обвинения на саму церковь. Мы должны останавливать это, должны заступаться за свою Матерь, как верное чадо. Как бы ни была история наших родителей с вами, я думаю, никто из нас не позволит оскорблять своего отца и свою Матерь. Публично это делать. И мы не должны также позволять оскорблять свою церковь, свой народ, свое Отечество, свою православную веру. Надо быть стойкими и яркими христианами и тогда может быть Господь отодвинет от нас година, гонение, которое, как сказано, в последние времена придет на церковь Христову. Может быть в этот раз Россия не будет печальным темным пятном безбожия и безверия, которое легло на всю историю 20 века. именно большевистская Россия первой в мире легализовала аборты, первой в мире преступление объявило нормой. И мы сегодня пожинаем эти тяжелые плоды, когда наш народ не может еще восстановиться, заселить эту огромную землю, охранять эту землю и возделывать ее. Все это последствия этого безбожного века. И нам сегодня христианам быть новой закваской русской церкви. Нам воспитывать детей не теплохладными, а настоящими христианами. Нам самим быть такими христианами это только один единственный путь, который у нас есть. И пускай молитвами наших новомучеников, исповедников, святых царственных страстотерпцев, которые пострадали за нашу веру и наше Отечество. Пусть сохранится страна наша в добром исповедании. И мы знаем, что любая беда и любые испытания отступают перед истинной верой Христовой. Ибо Богу все возможно, если его дети с ним, если его дети его не оставляют. Святые новомученики, исповедники российские, молите Бога о нас. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.